Ого, да тут целый клад! Сразу трое! Посмотрим, что за товар. Красавицы, чего вы желаете? Ситцу, шёлку, бархат, тавту, всё имею! Развяжи, тюк! Посмотрим, что есть хорошего у тебя. Сью-минюту, барышня. Негодник, как он красив! Посмотри товар, барышня, здесь всё, что душе угодно. Примилая девица. Ах, какая прелесть для юбки! Фу, сказала. На что это годится? Тебе не нравится? Отели пригодится. Правда, изволишь говорить, барышня? Да, она и умница. Сколько прикажешься ей отмерить? А почём арши? Почти даром. Двенадцать копеек. Но для вас можно считать по десять. Такой ситец мы всегда берём по восьми копеек. По такой цене отрежь десять аршин. Ради вас можно. Один, два. Мне кажется, я нашёл то, что искал. Три, четыре. Ей-богу, она красавица. Пять, шесть, семь. Кажется, её и назначила мне судьба. Восемь, девять. Видимо, такая же добрая, как и красивая. Десять, одиннадцать, двенадцать. Хватит, хватит! Ах, да-да, вот тут ровно десять, аршин хану. А для нас подходящего ничего нет? У меня-то всё подходящее для вас есть. Только не захватил с собой. Другой раз пронесу. Спасибо, барышня. Ручка у тебя лёгкая и счастливая. Почему ты думаешь, что рука у меня счастливая? Сердце подсказывает. Да это именно та, о какой я мечтал. Барышня, это дом не Султанбекали? Да. Да будет он всегда полной чашей. А кто из вас дочь Султанбека? Она. Да продлит Аллах её дни. Какой цветочек, а? Гюльчахра. Пойдём в комнату, а то придёт дядя и рассердится. Спасибо. Будьте здоровы. И ты будь здоров. Такой девушки я не встречал и, должно быть, не встречу. Теперь, Аскер, скажи себе, вот моя судьба. И женись на ней. Султанбек меня не знает. Но он, наверное, слышал, что я богатый купец. Конечно, он отдаст за меня дочь. Но интересно, вышла бы она за меня, если бы я действительно был простым аршемалки. Не знаю, как она, но Султанбек ни за что бы не согласился. Ах, ещё разик бы взглянуть на неё и перекинуться с ней хоть словечком. Ох, тянет мне что-то здесь остаться. А что, если я спрячусь? Может быть, она и выйдет? Стой. Кажется, сюда идут. Ася говорит правду. Аршин, молчи красиво. Ну, предложи ей выйти за него замуж. Она поднимет бурю и скажет. Разве он мне пара? А, по-моему, Аршин, молчи. Неплохое ремесло. Это почти то же, что и купец. Если бы отец согласился, я вышла бы за него. Ведь я видела его. Он не пляшивый, не урод. И лицо мне понравилось. В нём есть что-то благородное. А приодень его, он будет не хуже любого бека. Он сказал мне, ручка у тебя счастливая. И смотрел на меня так, как будто кроме меня никого не замечал. Ах, если бы ещё раз увидеть его. Боже, что я говорю. Может быть, он женат? И у него дети? Прошу прощения, Ханум. Ах, как я испугалась. Не бойся, Ханум. Я, кажется, забыл здесь Аршин. Если забыл, то он здесь где-нибудь. Не беспокойся. У меня дома есть ещё Аршин в запасе. Он опять на меня так смотрит. Когда наши глаза встречаются, меня как молнии пронзает. Ай, Ханум. Как бы я хотел, чтобы у султан бека было двенадцать таких дочерей, как ты. Это для чего? Тогда бы одну дочь выдал за хана, другую за бека, третью за купца, четвёртую за моллу, пятую за сииды, и, наконец, последнюю за меня. Ну и что же? Нет, за меня не выдаст. Он бег, а я простой Аршин молчи. Да если он и согласится, то дочь не захочет. Значит, ты не женат? Абсолютно не женат. А дела мои, слова Аллаху, не дурные. Имею кусок хлеба. Но почему ты до сих пор не женился? Как я мог жениться? Я не женюсь на той, кого не видел. А из тех, кого мне довелось видеть, только одна пришлась мне по сердцу. Но её и не выдадут за меня. А разве она не захочет выйти из-за тебя? Наверное, не захочет. Она дочь Бека. А ты бы спросил её. Откуда ты знаешь, что она не захочет? Твоя правда, Хан. Я и спрашиваю. Ты пойдёшь за меня замуж? Я? Да. А кто же? Ведь это ты и есть та самая девушка. А я думала, что это совсем другая. Ну, какая же может быть другая? Неужели ты меня так сразу и полюбил, с первого взгляда? С самого первого. Глаза увидели. Сердце полюбило. Как только на тебя посмотрел, так сердце начало трепетать. Точно так, как и у меня. Ну-ка, я прошёл дорог, но найти тебя не мог. Ты явилась предо мной, И теперь я сам не свой. Погляжу на нежный рот, На бровей твоих полёт. От любви мутится ум, Пожарей меня, Танум. Полюбил тебя всей душою я, Полюбил одну навек. Без тебя мне жизни нет. Полюбил тебя всей душою я, Полюбил одну навек. Без тебя мне жизни нет. В небеса я, рот и спеть, Не могу поднять ресниц, Не могу найти слова, На ногах стою едва. Что сказать тебе в ответ, Я забыла слова нет. Что сказать тебе в ответ, Я забыла слова нет. Полюбил я одного тебя, Полюбил я навек. Без тебя мне жизни нет. Полюбил я одного тебя, Полюбил я навек. Без тебя мне жизни нет. Нам не жить теперь одни, В жизни мы соединим. Нам не жить теперь одни, В жизни мы соединим. Проживём свой век, Любя, ты меня, а я тебя. Проживём свой век, Любя, ты меня, а я тебя. Полюбил тебя всей душою я, Полюбил одну навек. Без тебя мне жизни нет. Полюбил тебя всей душою я, Полюбил я навек. Без тебя мне жизни нет. Ханум, клянусь, я не достоин тебя. Не знаю. Но ведь ты пришёлся мне по сердцу. Правду, говорят, Ханум, Что сердце к сердцу Всегда дорогу найдёт. Не называй меня Ханум. Меня зовут Гюльчахра. Гюльчахра? А что делает Гюльчахра, Чтобы отец отдал тебя за меня? Посватай меня. Выдаст отец? Хорошо? Не выдаст? Я за другого не пойду. Превосходно. Отец может выдать тебя насильно. Я не пойду. Тебя похитят. Я задушусь. Спаси Аллах. Может быть, ещё найдётся какой-нибудь выход. Давай подумаем. Иди домой, а то нас заметят, нехорошо будет. До свидания, Гюльчахра. До свидания. Только знай, Что моё слово крепко. Действительно, Бывает сердца созданы друг для друга. Девушка меня полюбила. Она не знает, что я богатый купец. А я нарочно, я об этом не скажу. Испытаю её любовь. Прекрасно. Теперь я придумаю что-нибудь такое И пришлю сюда тётку. Пусть посмотрит, Какую я выбрал невесту. Что я натворила. Что я наговорила чужому мужчине. Стыд какой для девушки. А откуда он взялся? И красиво. И говорит, так сладко. КОНЕЦ КОНЕЦ Это слёзы соловья, Слёзы твои, мой соловей. Он стремился к сердцу розы, Нож и пали, Ранен грудь от соловей, Дедный певец. Он стремился к сердцу милый, Но смертельно ранен он А в соловей здесь янкает. КОНЕЦ 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 Вот, тётя, она живёт здесь. Отдай ей этот бархат И скажи, что прислала Аршин Молчи. Если спросят, кто ты, Скажи, что тётка Аршин Молчи. Поняла, поняла. Ох, чем дальше, Тем больше разгорается любовь в душе. Сегодня же пошлю Сулеймана с ватом. Наконец я нашёл то, что искал. Этот дом, этот двор, Эта дорога, эти деревья, эти цветы. Всё улыбается мне. Ах, ты моя дорогая, ах, золотая, Веселиться не устану, счастлив я теперь вполне. Ай, спасибо Сулейману, он помог советом мне. Веселиться не устану, счастлив я теперь вполне. Ай, спасибо Сулейману, он помог советом мне. Я тебя всю жизнь искал, Я тебя всю жизнь искал, Своё счастье отыскал. На меня ты поглядела, От любви я запылал. На меня ты поглядела, От любви я запылал. Ах, ты моя дорогая, ах, золотая, Ах, ты моя дорогая, ах, золотая, Веселиться не устану, счастлив я теперь вполне. Ай, спасибо Сулейману, он помог советом мне. Плясать я не устану, счастлив я теперь вполне. Ай, спасибо Сулейману, он помог так. Жизни не... Красивее его в жизни не видела. А теперь посмотрю-ка и в эту щелку. Ну и что ж, если Гюльчохра влюбилась в какого-то базарного торгаша, Почему мне не влюбиться в такого красавца? Так влюблюсь, что её за пояс заткну. Уф! Ах, это верно. Когда влюбляешься, Такая сладостная тоска наполняет сердце. Пришёл гость к нам, милый вдом, Погляжу вслед я тайком, Ах, зачем Бог так жесток, Ведь ему не помог? Ах, зачем Бог так жесток, Ведь ему не помог? Но с собой он так хорош, Не сдержать мне сердце дрожь, Ах, молчи, сердце моё, Ведь меня ты выдаёшь. Ах, молчи, сердце моё, Ведь меня ты выдаёшь. Он сюда смотрит опять, Не могу в нас я поднять, Что со мной я вся горю, А отчего мне не понять. Что со мной я вся горю, А отчего мне не понять. Пришёл гость к нам, милый вдом, Погляжу вслед я тайком, Ах, зачем Бог так жесток, Ведь ему он не помог? Ах, зачем Бог так жесток, Ведь ему он не помог? Хорошо, что пришёл гость, И избавил меня от хозяина, А то там укрой, Тут прикрой, Там на три, Тут по три. Уморил он меня, Вот уж такого сластёну Никогда не встречала. Эх, если б нашёлся Хоть какой-нибудь человек, Чтобы женился на мне, И избавил от этих мучений. Но где, где же он? Кто это? Может быть, Аллах и в самом деле Послал мне этого человека? Это и есть дом Султанбека? Да, а тебе что? У вас должен быть гость. Есть гость, а тебе что? Почему ты такая сердитая? Я не сердитая, а ты кто такой? Я? Никто. О, извините, не дурда. Наверное, здешняя прислуга. Что значит никто? Скажи ты прежде, Ты-то кто такая? Я? Здешняя прислуга. А я? Тамошняя слуга. Как тамошний? Тамошний. Да? Тамошний? Просто тамошний. Кажется, он с ума сошёл. Почему я сошёл с ума? Моя козочка. Я не козочка. Для меня красавица ты. Именно козочка. Моя душа тебе пешкеш. Моя газель. Моя газель. Моя газель. Деньги есть? Есть, есть. У тебя многое. Хватит нам на двоих. Деньги есть – выйду я. Ах, ты козочка моя! ПЕСНЯ 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 за ним один красавец. Иди, газель моя, иди, моя козочка. Хороша девица. Пусть хозяин женится на дочери Бека, а я на ней свадьбу устроим в один день. Это ты, Вяли? Ты за мной? Знаю, знаю, зачем ты тут. Ну, идем. До свидания, Бек. До свидания. Эй, Телли, позови сюда Гильчохру и Асю. Сообщу Гильчохре хорошую новость. Что она на это скажет? Эх, были и мы молоды, а теперь вот так, вот так устроен мир. садитесь. Гильчохра, что ты такая скучная? Не захворала ли? Нет, отец. Я здорова. Ну и прекрасно. Знаешь, дочка, какая у меня новость есть для тебя? Откуда мне знать, отец? Если не знаешь, тогда узнай. Я тебя выдаю замуж. Жаль, жених улетел от меня. Отец, время ли мне выходить замуж? Даже очень, ты не ребенок, все понимаешь. Я тебя выдаю за молодого, богатого купца. Не сердись, отец. Я не хочу замуж. Не дури. Я дал слово свату. Слава богу, это был только сват. Нет, отец, я не хочу выходить замуж. Ну-ну, не упрямься. Знаю, что в душе ты рада, радехонька. Отец, я и впрямь не хочу замуж. Убей меня, только не выдавать. Что за глупости? Ты что, серьезно? Как это не хочешь замуж? Что ты желаешь навеки остаться старой, девушка? Я не выйду замуж. Нечего привередничать. Да как ты смеешь? Раз отец выдает тебя замуж, значит и толковать нечего. Конечно, Гюльчок, а ты должна слушаться отца. Раз тебя выдают, ты должна выходить. Пусть отец убьет меня, но не выдает замуж. Да кто это тебе позволит рассуждать? Я тебе говорю, не дури. Я тебя выдаю за такого человека, какого на всем свете не сыщешь, а ты еще раз думаешь. А ты вывези за него Асью, а я останусь дома. Что за глупости? Если бы сватали Асью, я бы выдал ее сватают тебя, значит ты должна выходить. Конечно, я не хочу замуж. Не твое это дело. Да как ты смеешь противиться, если отец приказывает. Если будешь еще артачиться, я тебя за уши пригвожу к стене. Доченька, ты не думай, что я тебя выдаю за плохого человека. Ты выйдешь за красивого молодца, настоящего сына по дешах. он молод, богат, ведь ты у меня единственная. Разве я захочу твоего несчастья? Не дури и слушай отца старика. Право, я и хочу замуж. Не упрямься, послушай отца. Если не будешь послушный, Аллах не даст тебе счастья. Я дал слово, а мое слово твердо. Всевышний даст не сегодня-завтра устроим обручение и сыграем свадьбу. Будешь жить у мужа, он хороший, богатый, дома у вас всегда будет достаток, пойдут у вас детки, а я на старости лет успокоюсь и отдохну. Ты слушай меня. Отец, если тебе уж так хочется выдать меня замуж, то отдай меня за того, за кого я сама хочу. А кто это такой, за кого ты сама хочешь? А ну расскажи. ? Отец, ты СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Ах, дочь Султанбека влюбилась в какого-то проходимца. Теперь я понял, почему ты не хочешь выходить замуж. Но клянусь могилой отца, я тебе устрою такую свадьбу, что ты даже вздохнуть не успеешь. Ты хочешь обесчестить меня? Да как ты смело смотреть на Аршин молчи? Пусть он попробует попасться мне на глаза, и я так расправлюсь с ним, что и прах от него не останется. Не забудь, что я Султанбек, я не снесу бесчестие, убью и тебя убью, и его убью. Отец, убей, убей скорей, избавь меня от этого. И убью, честное слово, убью. Пусть никогда мне не носить этой попахи, если ты еще раз заикнешься, а Баршин молчи, разрежу тебя на мелкие куски. О, что за позор, что за срам. Моя дочь влюбилась в какого-то уличного горлодера. Вон сейчас же отсюда, вон отсюда уйди с моих глаз. Ася, Телли. Когда приходил сюда этот Аршин молчи? А, ей-богу, не знаю. Ей-богу, не знаю. Как не знаешь, вы неправду говорите. Вон отсюда, вон отсюда. Вот история. Какой-то негодник приходит ко мне во двор, и дочь моя в него влюбляется. Позор. Теперь я понимаю, почему он взамен тетки требовал от меня дочь. Да провались он в ад со своей теткой. Девочка сошла с ума. Нет, нужно поскорее ее выдать замуж, а то дело обернется плохо. Надо повидать Сулеймана, и пусть Аскер силой увезет ее. Я вижу, что добром она не пойдет, а я могу вспылить, и, пожалуй, в самом деле убью ее. Асия, Телли, идите сюда. Я иду в город, а вы постарайтесь образумить Гюльчохру, иначе кляну с Аллахом. Я всех вас на куски зарежу. А мы, бедные, чем виноваты, что Гюльчохра влюбил с какого-то Аршин молчи? Телли, ступай, позови ее сюда. Откуда у нее взялась такая смелость? Сказать отцу, что влюблена в Аршин молчи, совсем с ума сошла? Гюльчохра влюблена в Аршин молчи. Телли, ступай, позови ее сюда. Гюльчохра влюблена в Аршин молчи. Телли, ступай, позови ее сюда. Аршин молчи. Телли, ступай, позови ее сюда. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...